По факту похищения в Москве 10-летней Иры Жиделевой возбуждено уголовное дело. Главным подозреваемым остается ее родной отец. Мужчина объявлен в федеральный розыск. Напомню, Иру Жиделеву похитили больше недели назад. В момент, когда мама провожала дочку в школу, им неожиданно преградили путь шестеро неизвестных мужчин. Они насильно усадили девочку в машину и увезли в неизвестном направлении. С тех пор о местонахождении ребенка ничего не известно. Полицейские Петербурга ищут убийцу шестилетнего мальчика. Преступление произошло несколько месяцев назад, но известно о нем стало только сейчас. Мать ребенка написала заявление в правоохранительные органы. Она оставила сына с гражданским мужем, а когда вернулась, узнала о расправе. Обратиться к сыщикам раньше она боялась. Якобы сожитель угрожал убить ее. Алексей Хосянов продолжит. В последний раз шестилетнего Артура видели гуляющим во дворе еще в конце осени. Так же, как и на этих снимках, ребенок проводил время с матерью и ее сожителем. Спустя некоторое время соседи обратили внимание, что мальчик перестал выходить на улицу. Это было осенью. Он бегал с мечом там. То есть они его все время гулять выпускали. А тут пропал резко ребенок. Ну поскольку я знала, что она сожительница, думаю, может у бабушки, может еще где-то. Следом тревогу забили родственники. Долгое отсутствие сына, 25-летняя Екатерина Колесникова, в тот раз объяснила его тяжелой болезнью. Пройдет еще несколько месяцев, прежде чем женщина согласится рассказать правду. Мальчика до смерти избил ее гражданский супруг. Неоднократно судимый 28-летний Дмитрий Москаленко, испытывающий неприязненные отношения к 6-летнему сыну своей сожительницы, в конце ноября, начале декабря 2012 года в ее присутствии совершил убийство ребенка. Мальчик, как пояснила мать, тогда действительно болел и постоянно капризничал. В то время, пока она работала, ухаживать за ребенком оставался маргинальный сожитель. Роль няньки мужчине вскоре наскучила. В конце концов, он пришел в такую ярость, что избил мальчика до смерти. А тело, когда понял, что натворил, замуровал в подпол. Сверху припер холодильником. Если бы наши правоохранительные органы вовремя занялись этими делами, ничего подобного не случилось. Соседи уверены, в случившемся нужно винить не только Дмитрия Москаленко, но и местную полицию, которая столько времени не обращала внимания на неблагополучную семью. Жильцы дома утверждают, что не раз были свидетелями безобразных сцен, которые устраивала молодая пара. Мы с ребенком гуляли, я с ним даже не взорвалась. Я разворачивалась, уходила. Со мной разговаривать не надо, я с тобой общаться не хочу. И хотя женщина уверяет, что сожитель под страхом смерти запретил ей ходить в полицию, следствие придерживается иного мнения и просит суд об ее аресте. Уже когда история получила огласку, полицейские через местную прессу обратились с призывом к Дмитрию Москаленко сдаться, что называется, по-хорошему. Подчеркнув, что срок действия предложения ограничен. Но сотрудничать со следствием мужчина, видимо, не захотел. Сейчас он находится в федеральном розыске. Алексей Хосянов, Алексей Качан, Марина Визинская. Место происшествия.